Чёлки Сегодня в тренде нам расскажет топ-стилист Дмитрий Винокуров. Встречаем! Дмитрий, здравствуйте! Рады вас приветствовать в нашей студии. Расскажите, какие чёлки особенно популярны сейчас этой осенью? Я с удовольствием поделюсь этой информацией, потому что чёлки – это на самом деле очень уникальный атрибут женской красоты, которым можно как изменить лицо, подчеркнуть определённую сексуальность и дать определённый характер. И в моде сейчас на самом деле они очень актуальны. Поэтому я готов продемонстрировать. Ну что ж, давайте пригласим барышень в студию. Начнём с блондинки? Я думаю, да. Будьте любезны. Займите, пожалуйста, ваше место. Мою прекрасную модель зовут Ольга. И для Ольги я хочу продемонстрировать очень натуральный, очень естественный. Это тренд биороскошь. У Ольги потрясающая линия скулы, и здесь как раз не надо её убирать и прятать, а наоборот подчеркнуть. Да, надо сказать, что у вас очень меткий глаз, потому что одним движением ножниц брюки превращаются, превращаются брюки. В данном случае Ольга превращается, превращается Ольга. Замечательно, да. Спасибо. Я как бы немножко спиливаю линию и даю ей более мягкую, округлую форму, что даёт не очень ярко выразительную форму, как бы скрывает линию бровей. Я понимаю. Но открывает линию скулы. Я понимаю. И даёт определённый характер. Жуава, более, может быть, даже женственно и в чём-то сексуально. Я закончил с первой моделью. Очень хорошо. И Ольге я предлагаю... ...спокойную мягкую форму. Замечательно, Ольга. Спасибо большое. Вторая модель у нас будет Виктория. Виктория, пожалуйста. Очаровательная брюнетка. Я бы сказал, даже шатенка. Да, совершенно верно. Мне хотелось бы для Виктории... Выстричь чёлку. Да, и достаточно её сделать очень жёсткой и прямой. И мы посмотрим, как изменится внешность Виктории, подчеркнётся её характер. Давайте посмотрим. У Виктории я хочу сделать чёлку по краю ресниц. Это тоже такой пикантный момент, который даст возможность... ...подчеркнуть взгляд, дать очень интересную такую геометрию. И ещё одну прядь я возьму с этой стороны. Тем самым сделаю вуаль. Чёлку внутри стрижки. Молодец. Очень хорошо постригли. И с другой стороны то же самое. Обратите внимание, у меня чёлка заходит за волосы. И у меня не получается здесь укороченных волос. Как раз чёлка внутри. Понимаю, да. Удивительно, как лицо девушки меняется моментально от рук мастера. Несколько движений ножницами, прикосновение к этим волосам. И прекрасный визуальный результат. Плотные чёлки, они сейчас у нас в моде. Немножко чуть-чуть. Да, конечно, загадочность какая-то. Прическа, напоминающая царицу Египта Клеопатру. Очень красиво. И я капельку дам текстуры для того, чтобы небольшую использовать лёгкую волну. Очень хорошая. Виктория у нас готова, пожалуйста. Спасибо большое, Виктория. Спасибо и вам. Ну и третья модель. Брулетка. Третья модель у нас Анна. Анна, пожалуйста. И для Анны я хочу как раз предложить тренд, который берёт свою основу из 70-х годов, что сейчас очень актуально. Я волосы все с небольшим разворотом в противоположную сторону простригу с оттяжкой на себя и разверну линию чёлки от лица. Я хочу сделать это с одной стороны и тем самым удлинить нашу форму прически, дать ей направление. И вот смотрите, как у меня волосы красиво начали подгибаться вверх, давая возможность очень красиво драпироваться. Замечательно. Здесь мы можем использовать разные варианты и в одежде, и в украшениях. И вот здесь мне очень понравились у Анны такие большие атрибуты, когда она может их показать. Аксессуары. Аксессуары. Когда она может показать их, немножко отмахнув волосы от лица. Понимаю. Понимаю. То есть эта ножка напоминает стиль диско. Да. Кому категорически нельзя носить чёлки? Я бы не рекомендовал чёлки, допустим, с явно выраженными треугольными лицами. Тем самым, если это будет прямая чёлка, мы только подчеркнём определённую форму лица. Овал лица, да. Я бы рекомендовал бы носить чёлки плотные, у кого более высокий рост волос от лица. Также я рекомендовал бы более плотные формы, у кого мало волос. Тем самым мы создали бы эффект густоты. И рекомендовал бы косые чёлки, у кого линия роста волос начинается достаточно низко. Спасибо вам большое. Спасибо за эти советы. Всё о чёлках в этом осеннем сезоне вы найдёте на нашем сайте. Модный.ТВ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!